на канал x get поступил вопрос все ли могут работать в команде сейчас очень популярна тему soft skills мягких навыков возникает даже некий запрос или тренд что типа soft skills это дело 21 может даже 22 века поэтому все срочно должны броситься на тренинги которые проходят soft skills но вот этот интерес soft skills что означает что стремительно такие качества как человечность и эмпатия уходят с арены нашей жизни и возникает страшный дефицит и страшный запрос на эти человеческие качества но проблема в чем что эти чаще качество невозможно воспитать с помощью soft skills но со скилз это умение слушать умение воспринимать там собеседника умение создать какую-то атмосферу если бы у человека самого детства бы развивалась такое качество как эмпатии или христианскую любовь просто христианская любовь иногда некоторые люди воспринимают как какие-то чувства но любовь должна быть деятельность дети внимания к собеседнику когда ребенок учится просто ну как агния борта писала да вот стихотворение про девочку как она хочет играть а потом тихо не заканчивается я может многого хочу но мама спит и я молчу вот этого у девочки уже по сути и был вот но в нашем в понимании то есть сескому soft skills как бы до умение понять маму что она спит ну естественно если она будет прыгать мяч и там или прыгать играть мяч она поссорится с мамой ну и дальше все пойдет не очень хорошо и поэтому если человек изначально стремится со всеми кита конструктивным отношениям все поссорился он сраться мириться не допускать каких-то конфликтов да с окружающих тогда и когда он придет в коллектив он сумеет наладить хорошую командную работу если человек живет как хам со всеми остальными но старается только в коллективе выбиться вперед используя других и манипулирует то его может дать разочарование кстати на ю тубе был достаточно такой интересный ролик и сложилось такое ощущение что это было правдой да может это был было и придуманная история но так еще что была правдивая история что один человек повышает получает повышение у него международная компания в центральный офис на награждение и то есть публичное повышение и он сидит в салоне бизнес-класса значит ему дают шампанец канона теплое он начинает ругать стюардессу и пока он привлекать стюардессы из салона эконом-класса выходит старичок которому все раз хотел принять плед но долго нанесет он пришел за этим пледом этот старичок он делает замечание вот этому молодому человеку развалился на кресле бизнес-класса а тут горит и там свои детей учи жизни да я вообще хозяин жизни а ты стюардесса ты всю жизнь так и будешь летать там на побегушках и он значит доволен жизнью притая центральный офис идет награждение выходит хозяин компании это сейчас хочу предоставить слово тому без кого это компания никогда бы не родилась моему отцу который значит все это создал и он будет проводить награждение и вручение сертификатов которые подтверждают что вы стали начальником там кого филиала и на сцену выходит старичок да и этому же мужчина обтекает потом поднимается на сцену но этот старичок пожимаем у руку не сказал ничего как в лукаризм лишь прочитал стих зрения мараха яма что что-то прощай который задирает нос чтобы хотя бы носом достать до туда куда он не дорос но и же это мужчина она изменилась то есть он понял что если люди такого уровня ведут себя скромнее то как то это что летает бизнес-класса не делает лучше и поэтому если раньше останавливаться пятизвездных отелях то он стал как-то жить по скромнее а вы свои деньги стал вкладе в благотворительность она же к нему пришел парень курьер до выяснил что он из детского дома и он не приспособен к жизни вот этот человек он решил работать с фондом который помогает выпускникам детского дома на ком-то этапе он уже через свои каналы нашел каким рейсом то есть тюардесса уже чтобы как-то помириться с ней и если человек только хочет управлять софт скилз игнорируя при этом какие-то базовые все-таки закономерности реальности то вот это и принудительное внимание к собеседнику когда ты его ненавидишь ну ты любишь и да она будет тебя просто утомлять и самое главное ведь ты в жизни не поймешь и на каком-то этапе все-таки человек который с газа ну с годами совершенствуясь понимание людей если у него есть вот эта христианская любовь только говорил академик в томске там гораздо больше получает сигналов чем другой человеку сидя на каком-то пне в лесу такой человек может знать все обо всем иван линдер что те кто умеет слушать других писателей да они обладают таким качеством кажется даже прозорливо потому что они проникают в саму сердцевину вопроса и такой человек он будет обладать качеством как такой к гибкую гибкий ум до способности принимать верные решения в непредсказуемые обстоятельства потому что его эмпатия способность слушать людей будет помогать ему собирать информацию совершенно из каких-то непонятных для других источников но это качество воспитываться не как дополнительная да как то что связано с глубиной твоей личностью и поэтому тот кто хочет научиться работать в команде да научить начали понимать свое ближайшее окружение да и тогда у вас возникнут те на которые помогут вам и уже в дальнейшей может быть рабочей среде и у нас как раз на канале x get был вот вопрос да а желание все подмять под себя мы там разбирали 5 уровней корпоративной культуры на ком-то этапе чек понимаешь что играю в одиночку он не сможет достичь всех результатов которые он хочет достичь и самое главное что не может других людей заставить работать на себя или или делать то что ты от них просишь хорошо если ты с ними не супер глубокие нас по-настоящему глубокие дружеские отношения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а